Предвыборную кампанию в Германии подпитывают дебаты в области транспортной политики и скандал с дизельными двигателями, который сказался на местных автопроизводителях. Мы приехали в Штутгарт, чтобы встретиться с Манфредом Нисом, который устроил акцию против загрязнения воздуха. Манфред, учитель на пенсии, живет в Некарторе, одном из самых загрязненных районов ФРГ, и воюет с защитниками дизельных двигателей. Еще в 2005-м он подал иск с жалобой на содержание в воздухе вредных примесей, а в 2010-м еще один – на содержание окиси азота в выхлопах дизельных автомобилей. В чем суть проблемы? Здесь, в Штутгарте, да и в других городах, население дышит загазованным воздухом. Я мечтаю о чистой окружающей среде для всех. В зависимости от разных оценок, жители Штутгарта теряют от двух до девяти лет жизни из-за загрязнения. В этом городе и во всем регионе балом правят автопроизводители. Правительство лишь подыгрывает автоиндустрии, даже не скрывая этого. Согласно оценке Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно в Германии 10 тысяч человек преждевременно умирают от последствий загрязнения воздуха дизельными выхлопами. Но не все жалуются на грязь. Знакомьтесь, это художник Эрик Штурм. Самый грязный район во всей Германии, для него место творчества Йозефа Бойса, Марселя Дюшана, Джеффа Уолла. Они также создавали свои работы, делая незримое очевидным. Я обнаружил здесь материал, который окрестил чернь Некартор. Это мельчайшая взвесь в воздухе, типичная для этих мест. Здесь ее столько, что она у всех на зубах скрипит. Вот я взялся сделать из этой сажи шедевр. И они, опять же, работают в культуре. Пока Эрик Штурм оттачивает технику работы с индустриальным пигментом, мы обратимся к политике. Партия зеленых готова запретить двигатели внутреннего сгорания к 2030 году. Правящая в регионе партия социал-демократов высказывается неоднозначно. Ну а кандидат на высший пост Мартин Шульц защищает европейскую квоту на электромобиле. Консерваторов на политической карте раскрашивают в черный цвет. И не зря Ангела Меркель уже высказывалась в поддержку двигателя внутреннего сгорания на ближайшие десятилетия. Ну вот, краска черный Некартор готова. Вот она, частица Штутгарта. Здесь это фактически бесполезное ископаемое. Эту краску можно производить в неограниченных количествах. Поскольку смог отсюда никуда не уйдет. Одна из работ Эрика Штурма заинтересовала профессора Ахима Дитлера, который уже много лет работает над системами обработки выхлопных газов для немецких автопроизводителей. По словам профессора Дитлера, дизельные системы демонизируют почем зря. И дело здесь в невежестве СМИ и спекулятивных заявлениях политиков. Ну а электромобили, по его мнению, сильно переоценены. Традиционные двигатели выживут благодаря синтетическому топливу. А у дизеля тоже есть будущее благодаря новым, более чистым двигателям. В воздухе уже нет свинца, нет двуокиси серы. Эти нейротоксичные элементы остались в прошлом. И поэтому все эти дебаты меня не трогают. Если посмотреть на картину в целом, то налицо прогресс. Ну и переключить мы все на электромобили, все равно останется загрязнение от износа колес и тормозных систем. Электромобили и чистые дизельные двигатели все равно оставляют следы и пыль. Никакой тут разницы. Предприниматель Ян Луц верит в общество открытых данных. Насколько воздух загрязнен вредными примесями? На этот вопрос можно ответить с помощью устройства, которое изобрел Ян Луц и предлагает всем в Штутгарте. Это анализатор состава воздуха. На его монтаж уходит 12 минут. Скоро такие наборы «Сделай сам» появятся по всему городу. И благодаря этой сети картина загрязнения станет яснее. Луц призывает действовать без промедления. Время стандартных решений экологических проблем прошло. Теперь нам поможет только качественный рывок. Нам нужен город вообще без машин. Этот рывок поможет осуществить переход к мобильности на коротких дистанциях. Многое можно доставить с помощью велосипеда. В городах будущего мы будем передвигаться пешком и на велосипедах. Ян Луц – участник движения велоэнтузиастов по пятницам, которые стараются убедить всех, регулярно выезжая на улицы, и блокируя таким образом движение автомобилей. Если политики не найдут решения того, как совместить транспортные запросы и заботу о здоровье, то это сделают суды. Уже скоро в городских центрах запретят дизельные машины. Сможет ли Германия прийти к разумной транспортной политике? Ответ мы получим после осенних парламентских выборов.